Август и Екатерина. Письмо называется «Проблема». Ёль, добрый день. Здравствуйте, Екатерина. Я крёстный мальчик, а 4,4. Есть проблема. Ходит по большому в штаны. Всё, это не к Юле, это к психиатру точно. И дома, и в садике ситуация одинаковая. Не просится. Бывают промахи. По маленькому может сходить в штаны. На горшок не ходит, только на унитаз. Крайне редко, ну понятно, где какой у него горшок 4,4, только на унитаз. Крайне редко может по большому сходить на унитаз, чаще в штаны. Родители переживают, могут отругать. Пробовал не мыть попу, вдруг будет дискомфорт и поймёт. Он понимает всё, у него по психиатрии проблема. На вопрос, куда нужно ходить, и почему уходит в штаны, не отвечает, убегает. К врачам не обращались, хотелось бы помочь. Но что посоветовать, не знаю. Буду очень благодарна за ответ, с уважением, Екатерина. Ой, все вот эти туалетные дела, писания, как они, после 3-3,5 в штаны, это всё, ну, по большей части, относится к авторитарности родителей, к неблагополучию вокруг ребёнка. И настолько нервная система тревожится, задавлена авторитарными или обязанностями, или отсутствием любви, уважения. Ну, в общем, это только межличностное отношение. И, как правило, у мальчиков это отношение, как правило, с матерью, не с отцом. Ну, там всякое бывает. В общем, это строгость, это непонимание со стороны родителей, это наказание, это угнетание. В общем, ну, поняли, да? И всё. Человек просто не справляется с этим давлением. И первым делом это бьёт по только что устаканившемуся рефлексу мочеиспускания и калововыведения, да? Он только что встал, а раз неблагополучно, сразу же бьёт по этому делу. Поэтому это всё к психотерапевту. Ну, пусть будет к психологу сначала сходить. И, может быть, там не так всё серьёзно. Хотя 4,4 – это, я бы сказала, несерьёзно в 3,2, в 3,5. А 4,4 какается. Я думаю, что это уже серьёзно. Ну, давайте психолог, если он скажет, я в этом не разбираюсь, к психотерапевту, если они тоже скажут, что это вообще не наше, тогда к психиатру разбираться, консультацию к специалистам и помочь ребёнку. Как правило, это авторитарные родители и детско-родительские отношения нужно жёстко корректировать. 20 августа было письмо проблемы. Екатерина, 4,4, как встаны, ответили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!